Большой привет! С вами Кирилл Глушков, подкаст «Истории про историю». Я рассказываю об истории нашей планеты в историях с нашей планеты. Сегодня в выпуске речь пойдет о культуре на Руси до монгольского вторжения, а также о личностях, прямо связанных с этими событиями. Прижимайте наушники к ушкам и погружаемся. Культура – это совокупность достижений человечества в производственном, общественном и духовном отношении. Но так как мы говорим конкретно о Руси, следовательно, и речь пойдет не о всем человечестве. Развитие древнерусской культуры происходило в непосредственной связи с эволюцией общества и укреплением отношений с соседними странами. В XII-XIII веках из-за упадка Киева и обособления земель формируются новые культурные центры, отчего культура становится сильно богаче и разнообразней. Ну, давайте поговорим детальней о материальной культуре, занятиях и быте славян в то время в целом. В основном ученые в этом вопросе опираются на археологические источники, короче, на раскопки. В ходе этих раскопок нередко находятся всякие сельскохозяйственные орудия, типа плугов, сох и других инструментов, что свидетельствует о том, что земледелие было постоянным занятием братьев наших старших. В том числе развивалось у славян и всяческие ремесла. Так, например, русские кузнецы считались очень крутыми мастерами в обработке металла, изготавливали всяческие инструменты, но особенно классным у них получалось оружие. Кто бы сомневался. Мастера создавали кольчуги из переплетенных железных колец, чему они научились у восточных коллег. В Европе таких не делали. Еще они умели круто украшать оружие так называемой чернью. Чернь – это заполнение гравированных штрихов специальным чернивым сплавом, то есть смесью сульфидов серебра, свинца, меди, олова и серы. Также делали иногда серебряный узор на всяческом оружии и броне. Это мы говорили о кузничном деле, а было еще ювелирное дело, которое, кстати, развивалось отдельно. Русские мастера делали кольца, перстни, кресты, а также посуду и кубки из меди и серебра. Но особенно хитро вымудренным делом было украшение изделий сканью или зернью. Скань – это когда ты делаешь узор драгоценной проволокой, напаивая ее на металлическую основу. Кстати, на основе скани возникла техника перегородчатой эмали. Это когда ты заполняешь святой эмалью место между перегородками, на которые скань напаивалась. Зернь же – это узор из мельчайших серебряных или золотых зерен, которые тоже напаивались на металлическую пластиночку. Говоря о ремесленниках, нельзя не упомянуть гончарное дело, которое тоже было развитым массовым, потому что глины было много и нужно было из чего-то делать относительно дешевую посуду. Плотники были тоже ребята популярные и уважаемые, потому что именно они возводили дома, избы, крепостные стены у поселений, церкви, да и вообще различные постройки. Но правда изба не была стандартным жилищем на Руси. А какое тогда было типовым? То, что попроще. Жили в основном в полуземлянках и бревенчатых срубах с полом из досок или простоземляным. Причем топили жилища по-черному. То есть дымохода не было вовсе и весь дым шел, ну, прям в помещение. Таким образом экономились дрова и меньше выпускалось тепло. В княжских же покоях все было побогаче. Жили они в теремах, а вот внутри все было довольно схоже. Ибо что люди победнее, что побогаче спали в основном на лавках. На них же сидели, да и в целом делали всяческое без прибегания к другой мебели. Ну, раз поговорили где жили, давайте поговорим и о том, что носили русичи в те давние времена. Надо сказать, что отличие богачей от людообычного было в основном именно в материале ткани, потому что покров был, ну, плюс-минус похожим. Мужики в основном носили рубаху, штаны, которые заправляли в сапоги или о ночи, а также плащ без рукавов, который заменяли на меховой зимой. Кстати, о боночах. Это такая длинная полоска ткани, которую наматывали на ноги при надевании лаптей, ну, или под сапоги. В общем, вся одежда у крестьянина была холщовой, то есть из грубой хозяйственной ткани, которая первоначально производилась из волокон рогоза. В то же время бояре и князья таскали на себе бархат, ну, и иногда соболины и меха. Но было, правда, и то, что не имели права носить даже бояре, так как это была исключительная привилегия князей. Это были длинные плащи до пят. Такие были порядки в одежде. Ну, ладно, мы что-то все больше о чем-то приземленном, давайте углубимся в творчество всякое. И поговорим о фольклоре, ну, то есть устно-народном творчестве. Кстати, интересный факт. К фольклору относятся даже анекдоты. Ну, а раз так и тема позволяет, по этому поводу анекдот. Послал князь дружинников за данью. Спустя время те вернулись и докладывают царю. Дани нет. Князь спрашивает, и что народ при этом делает? Дружинники отвечают. Плачет. Ну, тогда идите и приносите дань. Раз плачут, значит, есть что терять. Ну, дань ему принесли. Так повторялось несколько раз. Но через время дань дружинники не привезли снова. На вопрос князя, а что народ делает, дружинники ответили. Хм, смеется. Ну, резюмировал князь, тогда действительно собирать больше нечего. Все же давайте к фольклору. Фактически в нем отражалась обычная повседневная жизнь, но и яркие события. Сочинял народ всякое, но дошли до нас в основном песни, блины, загадки и пословицы. Правда, сильно видоизменились со временем, а некоторые и вовсе утратили свое первоначальное значение. Ну, это все теория, давайте лучше на примере. Наверное, все слышали пословицу «первый блин комом», означающие неудачное начало в каком-либо деле, как вполне объяснимое и закономерное явление. Да вот только так было не всегда. Не в том смысле, что когда-то у славян все с первого раза получалось, а, разумеется, про смысл. Это был обычай отдавать первые блины комам. По-древнеславянски комы — это медведи. У древних славян был такой праздник — комоедица, который они очень почитали. Праздник был посвящен пробуждению медведей, которых они считали прародителями людей. Первые блины, которые выпекала хозяйка, приносили к берлоге медведей, которые просыпались от зимней спячки и очень были голодные. В наше время никто, правда, мишек не задабривает. Ну, хотя, может быть, иногда и нужно было бы. А вот в христианской Руси тот самый блин комом стал именно комом. А произошло это все почему? Потому что существовал такой обычай отдавать первый блин за упокой души. То есть такой блин должен был вставать комом в горле. Блин, выпекаемый первым на массовой неделе, выкладывали на слуховое окошко для душ родительских и при этом произносили «Честные родители наши, вот для вашей душки блинок». Фольклор был разный. Часть использовалась конкретно для обрядов, которые имели под собой языческие поверья, в то время как другие были просто для развлечения или для объяснения бытовых явлений, которые были еще не изучены. Самый простой пример — сказки. Давайте поговорим, допустим, об обе-иге. Что это вообще был за персонаж такой? В славянском фольклоре Баба-Яга обладает несколькими устойчивыми атрибутами. Она умеет колдовать, летать в ступе, обитает на границе леса в избушке на курьих ножках. Избушка эта окружена забором из человеческих костей и черепов. Она заманит к себе добрых молодцев и маленьких детей якобы для того, чтобы их скушать. Своих жертв она преследует в ступе, погоняя ее пестом и заметая след метлой. Образ Бабы-Яги связывают с поклонением древнему тотему, который относился к покровителям племени и вообще-то почитался вкупе с культом природы. У нее также прослеживаются черты духа покровителя племени, так как она вещая, потому что в сказках именно Баба-Яга направляет героя на правильный путь, потому что все знает. Как семейному духу-покровителю, связанному с культом домашнего очага, ей присущи такие атрибуты, как печь, ступа, пест и помело. Традиционно Баба-Яга также считается хозяйкой леса, повелительницей зверей и птиц, всемогущей вещей старухой, охранительницей границ иного царства, то есть царства смерти. Короче, Баба-Яга это еще и проводник душ умерших потусторонний мир, и одна нога у нее костяная, ну Баба-Яга костяная нога, именно для того, чтобы стоять в мире мертвых. Такой вот своеобразный пограничник. Да и если мы вспомним ряд сказок, то поймем, что Баба-Ягу в основном встречали герои, которые либо находились на распутье, и им предстоял какой-то серьезный и важный выбор, либо их жизнь находилась на волоске, то есть состояние между жизнью и смертью. И именно поэтому Баба-Яга в основном даже не решала их судьбу, а предлагала им выбор, как поступить. Надо еще не забывать о блинах. Это обычно всяческие рассказы о богатырях и князьях, ну о чем-то героическом в общем. Илья Муромец, Добрый Никитич, ну, скорее всего, знаете. Поговорили об устном творчестве? Давайте поговорим о письменном. Широкое распространение письменности как явление связывается с распространением чего? Правильно, христианства и созданием Кирилла Мефодием славянского алфавита. Кириллицы. Писали на Руси на пергаменте. Это такая тонкая кожа, которую обрабатывали особым образом, чтобы на ней можно было писать. Книги переплетались тоже в кожу, причем богато украшаясь золотом и драгоценными камнями. Да и в целом, на самом деле, книги тогда были космически дорогие. При монастырях начали основывать школы, учить людей. Кстати, грамотных людей тогда было довольно много. Доказательством тому служат обнаруженные в Новгороде перестяные грамоты, среди которых частные переписки, документы и даже ученические записи. Также зачастую при монастырях крутые монахи переводили книги на русский язык, в основном греческие. Но писали на Руси и свою литературу. Собственно, например, обсуждаемая нами ранее повесть временных лет. Кто не слушал прошлые подкасты, обязательно послушайте, крайне рекомендую. В основном писали летописи. Причем писали как правду, так и то, что князь прикажет о нем такого крутого написать. Еще одним из жанров можно назвать хождение. Такой своеобразный древнерусский тревел-блог. Путешествовать могли далеко не все, а потому об этом хотелось хотя бы почитать, ну или послушать. Поговорим о постройках и архитектуре. Как на Руси приняли христианство, так на Руси начали строить храмы. Не заканчивают до сих пор. В основном, конечно, строили раньше из дерева, а потому они до наших дней не дошли. Но потом, правда, перешли на камень. Первым каменным храмом на Руси была Десятинная церковь, но ее разрушили монголы в 1240 году. Это небольшой спойлер. Вообще, типичный русский храм был крестово-купольным. То есть, буквально, купола и на них кресты. Русские мастера строили каменные храмы так, как им было привычно, используя традиции деревянного зодчества, для которого было характерно многоглавие. Короче, купол был далеко не один, а много, и на некоторых из них по кресту. Таков он был старый русский храм. Ну, не одними храмами развивалась архитектура. Из камня тоже строили всяческие городские постройки, потому что князья хотели показать, что они круче, чем другие князья. Ну, а каменное строительство как нельзя лучше подходило для такого понта. Но не везде было так. А где было иначе? Ну, конечно же, в нашем любимом Новгороде. Князь там почти ничего не значил, а потому и княжеские постройки там не строились. Но на церкви, правда, скидывались всем городом. И были они, конечно, не настолько крутые и монументальные, но, правда, обычно с классными стенами для защиты от всякого. Ну что, пора поговорить и о картинах, да и всяком прочем, что называют изобразительным искусством. Только что построенные храмы нужно было как-то украшать, а потому развивалось искусство фрески и мозаики. Мозаика была штукой недешевой и сложной, а потому делали ее не так часто. А вот фрески были нарасхлад. Ими расписывали стены, изображая всячески важные для истории Руси и христианства сюжеты. Так, например, в Софийском соборе в Киеве почти все стены покрыты фресками. В том числе на них изображены два групповых портрета семьи Ярослава Мудрого, сцены охоты, изображения акробатов и музыкантов. Разумеется, в каждой церкви были иконы. Самый знаменитый из икон той эпохи является Богоматерь Владимирская, созданная в начале XII века. Также распространялась и книжная миниатюра, которую выполняли русские довольно мастерски. Благодаря творческому усвоению христианства и культурного наследия античности, Киевская Русь встала вровень с западноевропейскими странами. Культурные традиции, заложенные в обсуждаемое нами время, получили дальнейшее развитие. Однако многие из них не смогли пережить монгольского нашествия. Но об этом в следующий раз. Правда ли все это? Возможно. Узнаем ли мы когда-нибудь точно? Вряд ли. Было ли интересно послушать? Надеюсь. Большое спасибо за прослушивание выпуска подкаста Истории про историю. С вами был Кирилл Глушков. Пишите комментарии, подписывайтесь на соцсети подкаста и не жалейте фидбэк. Кстати, в нашем телеграм-канале зачастую выходит эксклюзивный контент по темам подкаста. В следующем выпуске поговорим с вами о борьбе с иноземными нашествиями. До новых встреч. Еще услышемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова